Всем привет с канала Brimteam и сегодня у нас такой новый обзор удилища, которые стали в последнее время частыми. Последний видеоролик это был на обзор махового удилища от Кайды, где-нибудь здесь будет на него подсказка. Заранее извиняюсь за то, что может быть буду щуриться во время видеоролика, так как солнце из окна прям так агрессивно светит. Зайдя в наш любимый рыболовный магазин за прикормом, который опять-таки мы используем Дунаев, уже полтора месяца наверное только на нем сидим рыбачим, увидел я фидерное удилище от компании Grausculter. Как вы могли увидеть до этого, я очень хвалил эту компанию за качественную продукцию и бюджет. В обзорном ролике про три катушки, одна из них была от компании Grausculter, и также есть обзор безымерационной катушки по ее строению. Это все можно посмотреть на канале. Увидел я удилище, которое завлекло меня своим внешним видом и ценой. Сейчас как раз таки его посмотрим. Это от компании Grausculter Spirit Picker 40 грамм. Трехметровый пикер, то есть тонкое фидерное удилище, 2 плюс 2 секции, то есть мы имеем это бланк состоящий из двух секций и 2 сменных кивилтипа. Поставляется вот в таком вот простом тканевом чехле. Представляет себе вот такой вот такой тонкий удилище. У меня даже спиннинг, наверное, лайтовый приблизительной толщины. Далее как раз таки сейчас мы волшебным образом достаем второе колено, которое также выполнено очень качественно. И обыкновенный тубус с двумя киверами. По информации, которая была найдена, то есть удилище само до 60 грамм, как я понял, от 40 грамм. То есть белый кивер мягкий до 40 грамм. Сгибается как кивер от Волжанки, как кивер от Зэмокса. Прям очень такой чувствительный. И красный такой, более жесткий, это наверное до 60 грамм. Чтобы понимать насколько для нас это такой новый строй удилища. До этого вот все четыре фидера, которыми мы ловим, это два из них 60-160, потом 100 грамм и 120. То есть как бы веса большие, серьезные. А для этого пикера я купил даже кормушки весом в 20 грамм, потому что наполним их и будут они весить 35. Что скажем по самому удилищу. Информация на бланке есть. Бланк такой проклеенный. То есть вся информация это наклейка. Также написано то же самое. Spirit Picker Carbon Construction. Вес 40 грамм. 2 плюс 2 секции. Не рыбачить в грозу и вблизи высоковольтных линий. Новый еще даже не успел снять пленку, потому что на первой рыбалке не был. Сделана типа пробка. Но это скорее всего вспененный материал, сделанный под пробку. Рукоять. Но, чтобы не тыкнуть сзади стену, металлический пильник. То есть сделана как раз таки, чтобы не повредить рукоять, такая вставка. То есть довольно таки мне это понравилось. Предусмотрен Hukkeeper. То есть можно в собранном виде перевозить. Далее такое четырехлапое кольцо. Далее у нас идут кольца здесь. Уже двулапые кольца. На каждой вставке имеется вот такого типа поселебренного намота. Сделанного скорее всего для внешнего вида какого-то больше. Работу, к сожалению, именно удилища по его взмахам на балконе посмотреть не сможем. Так как нам не хватит длины. Но хочу заверить, что сегодня мы снимаем видеоролик в субботу. В воскресенье, наверное, он выйдет. В понедельник либо вторник мы как раз таки хотим отправиться на рыбалку. И как раз таки будем его там пробовать. То есть вот я вставил кирер в последнее колено, во второе. Очень хорошо сгибается. И даже когда я наматывал на катушку шнуры через него, то он уже показал такую прям эффективную работу с собой. Ну вот посмотрим, что он из себя представляет. И вопрос, почему я вообще сразу увидел его. То есть я зашел в магазин за прикромом, за опарышем. Пока на кассе я ждал, пока мне это пробивали и несли со склада. Я смотрю, стоит удилище на ряду с лидерами. Стоят 2 100, 2 700, 3, там 1600 и другие. И смотрю, 760 рублей. Подумал, может я не увидел где-то цифру, там 1 или 2, все-таки пикеры как бы. Смотрю и 760. Думаю, компания GrowthCulture. Думаю, у них же все вроде как в бюджетном сегменте. И действительно, я приобрел этот пикер. 760 рублей. Минус 10% скидка. Это менее себе 100 рублей. Сколько там выходит? 694 рубля. Думаю, за пикерное удилище, причем выполненное добротно. То есть никаких сколов. Это я все смотрел. Никаких там плохих намоток. Этого ничего нет. Это карбоновый легкий пикер. До 60 грамм. Типа я уверен, что запас прочности есть. И можно кинуть 70-ку. Ну, то есть уже кормушка, допустим, 40 грамм. Со средней кормоемкостью, чтобы вышло в 70 грамм. Это закидываемый вес. То есть выйдет как раз таки в 70-ку. Это мы перейдем порог получается на 10 грамм. Я уверен, что он не сломается. Я его еще не испытывал на водоеме, но я уже в этом как бы уверен. Потому что у той же Волжанки, у нее есть пикер 25+, и спокойно кидают под 75-80. И она не ломается от этого. И, как вы уже поняли, то что канал уже очень много видеороликов вышел. И почти в каждом обзорном видеоролике я говорю, что нужно как раз таки использовать начинающим бюджетные снасти. И также заверяю, что есть очень много бюджетных хороших снастей. Купив его, то есть также за 760, ладно, за 800 рублей, купив этот пикер, вы можете прийти на водоем, и будет рядом с вами сидеть мужик, который купил какой-нибудь крокодил в тесте 250, там, в тесте 100-200, с охеренно толстым концом, допустим, вот такой толщины, не будет чувствовать поклевок. Купит он и будет за 450 рублей. Но тут доплатив 300 рублей, вы покупаете эффективную, чуйкую снасть. Как бы я думаю, этим все сказано. И минусов я не выявил ни во внешнем виде, ни в какой-либо намотке. То есть я его прям смотрел, я его упирал и в потолок, и все, и взмахи делал. То есть никаких недочетов я не обнаружил. На мирную рыбу это будет самое то. То есть он такой мягкий, типа сазана-то, может, он большого, там, за 5 кило, он и не пробьет губу ему. Но на мелкую рыбу, допустим, там, с двухтысячной катушкой, это будет самое то. Поэтому ждем мы сами понедельника-вторника. Как по погоде будет, сходим на водоем и половим при помощи этого удилища. Благодарю за просмотр. Надеюсь, видеоролик был интересен для вас. Уже, как по традиции, чуть ли не каждые полторы-две недели у нас на канале обзор какого-либо удилища. А здесь пришел мой зайчик-люцик. Покажи уши, чтоб все поняли, что ты заяц. Надеюсь, видеоролик был интересен для вас. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!